10 февраля состоялась 42-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая в этом году была посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Лыжники 13-го региона стартовали вместе со всей страной уже в 20-й раз. На старт в Мордовии вышло около 3000 участников – от детсадовцев до пенсионеров. Половина из них бежала гонку в Саранске, а еще половина в районах республики. Погода в этот день выдалась по-настоящему лыжной. Небольшой мороз и яркое солнце – все для того, чтобы получить максимум удовольствия от спортивного праздника. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие. Мы так полноценно 20-й раз проводим. Несколько цифр. Разница между самым молодым и самым серебряным – 80 лет. Представляете, сколько может прожить настоящий лыжник? И второе – больше 50 семей пришли и эстафету проводят именно семейную. Первыми стартовали участники ВИП-забега, а также спортивные семьи. Которых в год семьи организаторы выделили в отдельный зачет. Болельщикам в это время не давали мерзнуть горячий чай и каши из полевой кухни. Сегодня в Саранске, наверное, во всех муниципальных районах светит солнышко. Яркое, немножко морозное, но для лыж это самая хорошая погода. Я думаю, что сегодня будет у всех хорошее настроение, так как работают полевые кухни. Будет у нас плов, чай горячий. Ну и о самых сильных спортсменах, счастливших в каждой властной группе 50 человек получат еще призовые шапочки. Среди ВИП-спортсменов первыми на финише километровой дистанции были Кирилл Ануфриев и Ольга Егошева. Самой спортивной семьей стала семья Катаевых. Затем на старт вышли девушки юноши 2006 года рождения и младше. Им предстояло преодолеть три километра. Лучший результат в этой возрастной категории показали Александр Сильвестров и Евелина Федотова. Последними на пятикилометровую дистанцию отправились женщины и мужчины. Быстрее всех ее преодолели Антон Минеев и Влада Балдуева. Особо отметили организаторы по традиции самого юного и самого возрастного участника гонки. Самой молодой участницей лыжни России в этом году стала Кира Феоктистова. Ей всего два с половиной года. Самым опытным Михаилу Бадину и Ольге Лисицыной по 82. Анастасия Мишкина, программа «Наш спорт».